После вчерашней ситуации в Селеурок ночью обстановка была стабильная, но конфликт находился под контролем сотрудников милиции СОБРа. Недопонимание между местными жителями зарождается не в первый раз, а неделю назад подобное случалось. Сегодня собралось около ста жителей Аксакалов, чтобы примирить, но вновь произошла словесная перепалка. Жители потребовали у местной власти освобождение депутата Аильна Вакенеша. Просит, чтобы зачинщики драки переехали в другие села и впредь не провоцировали местное население. Такого беспредела и жестокости я не видела. После драки вчера мальчика выбросили чуть ли в канал. Это не первый конфликт. Здесь часто такое происходит, как минимум 3-4 раза в год. Мы видим такую ситуацию. Другие требуют, чтобы те, кто разжигает межнациональную рознь, привлекли к ответственности. Просто работайте и все. Это, по-моему, безработица. Вот это, по-моему, безработица, безделие. От этого, от безделия, вот люди начинают друг другу завидовать. Вы разбогатели, вы то. Ну, это, по-моему, абсурд. Уезжайте отсюда. Куда нам ехать? Я здесь родился. Вот меня зовут в Турцию, я не еду. Вот, честно, я ни разу не был и не хочу туда ехать. Мы один народ в этом селе. Раз мы живем, мы единые. Часто зачинщиками становятся молодые парни. Упоминается имя другого депутата Ильного Кенеша по имени Камал День. Если верить местным, то именно он, а точнее его семья, чаще провоцируя, разжигает конфликт. Пришли представители этнических турок и кыргызов. Напомним, пострадало около 15 домов. В итоге договорились, что виновные выплатят компенсацию. Заместитель полпреда правительства в Чуйской области отметил, что стороны пришли к единому согласию. Я думаю, сегодня мы завершили тот период, когда люди пришли к единству, к согласию. Потому что им здесь жить, им здесь трудиться, им здесь дальше растить детей и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня старейщины села, сегодня старейщины и молодежь урокского Аймака пришли к единому. Чтобы в даче не было таких беспорядков. 5 июня в селеурок Сукукского района Чуйской области после айтномаза произошел конфликт между тремя подростками. Словесная перепалка переросла в драку, а в результате двое подростков 16 и 17 лет были госпитализированы. В общей сложности вчера были задержаны 31 человек.